Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале «Экзегет» размышляем вместе с вами, кто желает, кому интересно, над сложными местами Священного Писания. В Евангелии от Матвея, в 13 главе, в 12 стихе мы читаем следующее. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слышат, не слышат, и не разумевают. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите». Давайте задумаемся над этим местом Священного Писания. Почему Господь говорит, что тот, кто имеет, тому еще и прибавится, еще будет дано, а тот, кто не имеет, у того отнимется даже то, что он думает иметь. Разве это справедливо? И в течение многих веков люди, глубоко размышляющие над Священным Писанием, тоже пытались понять, какой же глубокий смысл в этих словах. Почему Господь так говорит? Кто имеет, тому еще будет дано. Ведь если рассуждать по логике вроде бы человеческой, кто не имеет, тому и надо дать, а кто и так, так сказать, и так все имеет, от того можно, так сказать, взять, чтобы поделиться с другими. А здесь вот сказано именно по-другому. И вот размышляя над этими словами Священного Писания, святитель Николай Сербский в одном письме писал адресату своего письма следующее. «Тебя удивляют слова Спасителя, кто имеет, тому дано будет и приумножиться, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Разве справедливо, спрашиваешь ты, давать богатому, который уже имеет, и отнимать у бедного и то малое, что он еще имеет. Так ты рассуждаешь, ведомый духом нашего сурового времени, когда материя заслонила собой главное в человеческой жизни, именно ее смысл и цель. Если бы здесь речь шла о благах мира сего, то действительно, было бы несправедливо взять у нищего и отдать богатому. Это противоречило бы другим словам Спасителя, «Просящему у тебя дай». Противоречило бы и притче о богаче и Лазаре. Это известная притча из Евангелия от Луки. О богаче, который всю жизнь першествовал блистательно, а Лазарь у ворот его лежал в струпях, и даже псы приходили и облизывали его раны. И в этой притче сказано, что по смерти немилосердный богач оказался нищ, а убокий Лазарь был богат. Следовательно, здесь не может идти речь о материальных имениях. Если и случится в жизни, что богач обогащается еще больше, а бедный совсем нищает, если и бывает, что последнее имение отнимается у бедного и отдается богатому, то это скорее символ, образ того, что происходит в духовной реальности. Истинный смысл этих слов Христа понятен из предшествующего. И святитель Николай Велимирович обращает внимание адресата своего письма, что для того, чтобы эти слова понять, надо вникнуть в предшествующие слова Священного Писания, а именно в притче о сеятеле, о свече, свет которой светит всем. Это Евангелие от Матвея, 13 глава, 3-8 стих. «Истина есть свет. Кто вкусил сладость истины, как дара Божия, тот жаждет все больше и больше и стремится к ней все сильнее. Ему еще и приумножится, чтобы мог и другим благовествовать». То есть свет истины, человек, который его получает еще больше и больше стремится к этому свету и обогащается этим светом истины, он старается этим даром делиться дальше. И вот сколько бы он ни делился, этот дар у него не уменьшается. У святой великомученицы Варвары не было учителя, но она имела жажду истины, и душа, готовая принять ее, поэтому Господь открыл ей богатство истины. «Некоторые современные еретики, зажав в кулаке частичку Христовой истины, отбросили ее полноту, которая содержит в себе православная церковь. Подобно рабу, закопавшему свой талант в земле, закопали они частицу истины и ревностно хранят ее, эту частицу, от преумножения. Поэтому отнимется у них и та частица истины, и будет возвращена тем, у кого они взяли. Они же думают иметь всю истину. Евангелисты, святые апостолы, евангелисты, Матфей, Марк и Лука дополняют и объясняют слова друг друга. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, от него отнимется и то, что он думает иметь». Здесь подразумевается, дорогие друзья, что носители частичек истины – это различные, прошу меня правильно понять и простить, дорогие друзья, различные протестантские деноминации, различные сектантские сообщества, которые, может быть, и имеют какие-то фрагменты истины. То есть, они тоже читают Священное Писание, тоже по-своему его понимают, но в своем самообольщении, думая, что они обладают полнотой истины, они становятся в оппозицию Церкви Христовой, которую основал Господь Иисус Христос, сказав, что «Я создам Церковь мою, и врата Адова не одолеют нее». И вот эти носители частичек истины, в оппозиции Святой Церкви находясь, они даже вот эту частичку впоследствии потеряют. «Многие высокоумные философы, не имея истины, думают, что ее имеют, и не стараются познать истину, которая только от Христа исходит. Поэтому их мнимая истина отвергнется и не принесет плода, а дар Божий, который они употребили для своей пагубной гордости против Творца, отнимет податель даров и отдаст другим, имеющим страх Божий, ревность, веру и любовь». Еще раз подчеркиваю и обращаю ваше внимание, дорогие друзья, как мудро святитель Николай Сербский пишет, что податель даров отнимет вот эту частичку истины у гордецов и даст ее тем, кто имеет что? Страх Божий, ревность, веру и любовь. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Так же надлежит подступать и нам, когда мы видим, что кто-то слушает нас рассеянно и оставляет без внимания все наши убеждения, да умолкнем. Ибо чем больше усердствуем, тем нерадение их увеличивается». Это очень такое горькое, но справедливое наблюдение святителя Иоанна, которое в русле других святоотеческих советов. Если вы даете кому-то совет и даете неоднократно, и видите, что человек пренебрегает добрым советом, видя ваше старание, видя ваше усердие, совершенно ваших слов не слышит, то надо умолкнуть и предоставить такого человека промыслу Божию. Уже молиться только за него, но уже слова не расточать, чтобы не уподобиться тем, о ком тоже говорит Священное Писание, кто мечет, мечет бисер перед свиньями. «Господь поступает, как тот хозяин, который сеет семя и у дороги, и на каменистой почве, и в тернии, и на доброй земле. Но когда видит, добрый хозяин, сеятель, что бывает с семенем, посеянным в первых трех случаях, то есть при дороге, в тернии, и на каменистой почве, то он всю свою заботу отдает семени, посеянному на доброй земле. Чем больше плода принесет Нива, тем больше внимателен и заботлив к ней хозяин. А землю, что у дороги, на камне и в тернии, он постепенно оставляет, видя, что не приносит она плода, и семя, которое сеял там, забирает и сеет на плодородной почве». Все это относится к Слову Божию, посеянному в Христовом мире. Кто отвергает Слово Божие или злоупотребляет им, у того отнимется оно и приумножится у тех, кто уже имеет его, и принимает с радостью. Вот какой глубокий смысл на самом деле этих слов. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». «Мир тебе и радость от Господа» заканчивает свое письмо 211-е святитель Николай Сербский. Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья. Здесь действительно пища для размышления. Как надо себя вести, как надо дорожить той истиной Христовой, которая у нас есть, как надо благоразумно употреблять свое слово, свое наставление, свои советы по отношению к тем людям, которые просто игнорируют и, несмотря на все старания, просто пропускают мимо ушей. Надо вовремя, как еще раз повторю, говорил святитель Назлатоуст, «Если видите, что вас слушают рассеян и оставляют без внимания все ваши убеждения, умолкнем, потому что чем больше усердствуешь, тем больше нерадение увеличивается у тех людей». Предоставить уже промыслу Божию тех людей, которые сознательно, сознательно отвергают всякое слово истины. Предоставить их промыслу Божию и только с любовью и терпением молиться, чтобы Господь сам возрастил эти семена. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.